Однажды я села автобус, и ко мне сразу же подошел контролер. И я стала искать свой проезд, и вместо него достала пропуск от университета. И тогда контролер спросил меня, что это со Филькиной грамотой. Я поняла, что сделала ошибку, и тоже протянула свой проезд. Но когда она отошла от меня, я долго думала на эту празу, что она означает. Филькиной грамотой называют глупый, плохо составленный, бесполезный или вовсе не имеющий юридической силы документ. Согласно самой распространенной версии, этот фразеологизм появился во времена Ивана Грозного. В 1568 году царь поссорился с митрополитом московским и всея Руси Филиппом II. Он на одной службе не благословил царя, а на другой сделал ему замечание. Конечно, это оскорбило Ивана Грозного, и вскоре митрополита сослали в Тверской отрочь Успенский монастырь. Оттуда Филипп II отправлял письма, в которых призывал царя опомниться, отменить опричнину и вернуть его иссылки. Царь же дал священнослужителю прозвище Филька, а его письма стал называть Филькиными грамотами. На моем языке, на вьетнамском языке, эта фраза звучит Тайли Вуньи. Субтитры создавал DimaTorzok